ну привет тут внуки дома сегодня каникулы добрый день мы снова вместе вот теперь тут будут и комментарии иной раз тогда сынусь как вдвоем были час сейчас детвора дома вот каникулы зимняя да вот она вот она моя чайка сладкая пришла ко мне вот такое счастье такое счастье имею каждый день я счастлива моя девочка дорогая на все слушает все на русском понимает со мной общается просто я так переживала что она со мной не сможет говорить то есть что она понимать как всегда все понимала говорить то язычок туда не стоял сейчас она все 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 разговаривает поэтому я море счастья получаю все время что-то с ними занимается мама что-то им все придумывает так что все время сейчас вообще времени нет мамочка бедная не может разорваться на всех но пытается у нее получается вот так что привет вот прежде всего конечно теперь дути с тобой мне с тобой не сможет разорваться на всех но с тобой легче мы должны выразить всем боже мой на то видео дамы комментарии получили да она так нас целовала прямо в эфире тоже да мы вам благодарим за неравнодушных людей точно лично отписала сообщение было два особенно таких вот сообщения которые выделились девушка которая проживала в порноуле и девушка которая вспоминала просто свое детство в принципе очень подробно написали какие именно воспоминания у них всплыли в связи значит с нашими посиделками спасибо что нашли время я трогала подробностях описать то есть я понимаю что люди часто делают это даже сами для себя просто вот так вот пишут и вспоминают какие-то во время пока пишешь всплывают еще дополнительные воспоминания вот поэтому большое спасибо ну и конечно большое спасибо всем кто написал добрые слова мы по доброй традиции всех вас конечно же перечислим в благодарность ваши имена спасибо вам большое продолжайте пишите потому что мы продолжаем продолжаем нашу рубрику посиделки под елкой правда с перерывом до нового года осталось немного и мы постараемся все-таки уложиться в срок в принципе должны успеть максимум что-то перейдет на январь продолжат что-то перейдет на январь подготовок больших у нас нету потому что в делах просто как-то очень заняты вчера я еще посижу под впечатлением потому что так мы давно не были действительно не знаешь чего даже нету компьютера то что действительно во первых еще раз еще раз благодарим и очень приятно что что наши вот эти посиделки они как-то ну не только нам и кому-то а кому-то действительно это все поднимается вспоминается так приятно что люди помнят то что я там называю лаком косу называя 45-ая школа кому-то это я говорю у меня аж аж мурашки что кто-то это помнит кто-то еще это знаете кто-то вдруг это вспомнил и это уже вспоминание всплыла и нам с дочью приятно что волку у кого-то что-то мы какие-то эмоции вызвали вот это я еще раз еще раз еще разandal еще раз нам приятны но еще я сижу конечно похитирями еще вот такая под впечатлением вчера всегда ccht наши на день еще расскажи про вчерашний день write on that и хотелся немножко по музыку поговорили поэтому давай начнем со вчерашнего того да начале став черMusic ровная увидел бы то что свежее потому Потому что я хочу тут сказать, что при том, что мама третий раз приезжает, мы ни разу не доезжали до даунтауна. То есть мы были на каких-то местах, но в даунтаун не ехали. И вчера мы так решили рискнуть зимой, в зимних одеждах, выбраться и посмотреть елки, конечно же. Хотели что-то грандиозное. Вот, мама, расскажи, как тебе это делать? Ну, во-первых, то, что действительно за этим я ехала, за этим дочь мне предложила сделать такой зимний тур. Такой зимний, который, ну, я всем еще говорила, который 20 лет не видела снега. 20 лет. Ну, что в Израиле был? Ну, пару раз был. Ну, выпал на час-два и растаял. И все, и что, и мы сидели дома. И то снег крошечный попал. Да, да, и то я, конечно, не залетела до зимы. Мы никуда не выходили, не двигались. Понятно, что снег, дождь. Не приспособлено в Израиле, конечно. А здесь это действительно настолько, я же рассказывала, выросло в этом сне, выросло в этой зиме. Поэтому я и приехала вот это вот на зимнее время, на все вот эти крадо красивые, красивые все виды, красивые елки, красивые за эмоциями сумасшедшими, за снегом. Потом спрашивает баба Бали, чего ты все время, чего ты так радуешься снегу, когда пойдет снег, я говорю, ой, снег, смотрите, а он говорит, почему ты так радуешься? Потому что, потому что это, для меня, во-первых, все, белый, снег, это детство, это все. Ну, что не буду углубляться. Так расскажи мне, вот мы сели на метро. Впервые за сколько лет ты села в метро? Нет, ну что, я в метро езжу. Когда ты последний раз ездила на метро? На метро. Это я имею в виду, ты тоже тебя увидела в метро, а когда последний раз ты ездила на метро? В Киеве ездила, слушай, а что, правда, когда я была в метро? Какой, когда мы, вот, перед отлетом в Израиле? Слушай, а когда я еще, правда, была в метро? Ну, вот когда мы только ездили, наверное, перед Израилем. У меня даже почему-то все вот так вот путается, метро с эскалатором, думаю, так, на эскалаторах я езжу все время. А когда в метро, я, так и, наверное, последний в Киеве, да, это сколько, 21 лет назад? Что это тоже, потому что в Израиле я в метро, у нас нет метро. Нет метро. Нет метро, собирается его строить. Смотрите, через 50 построим. Да, 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 в Киеве 20 лет назад тоже, в самом метро. Это полетен. Ты должна обязательно показать, что ты сняла, я такого еще не видела, чтобы в метро не было вагончике заканчивается. А один такой длинный, и мы ведь поезд, длинный поезд, такой без перегородок. Мы тут сидим, и мы все сидим. То есть вагончики прикреплены, а вагоны без дверей, потому что они все сплошным соединены. Сплошное, оно вроде как будто кишка такая, одна сплошная кишка, которую ты тут видишь, и даже видно, как он изгибает, но он сплошной. Просто улица, километр, наверное, сколько он там, сот метров. Ну, длинный, длинный такой. Мы привыкли, как во все, в Москве, в Киеве, я знаю, где везде. Вагончики, вагончики, да, между вагонами даже можно переходить. Новая линия, новая метро. Новая линия, новая метро, просто шикарно. Мы доехали на машине до этого нового метро, конечно, и сели в метро, и это просто, конечно, как. Мы сконечно ехали, да, мы сели где. Мы хотели, да, не было толпы, боже мой, вчера первый выходной. И, в общем, по-моему, мы ехали, ну, 25, да, мы ехали. Больше, чем больше. Да, да, еще и по верху, и по верху ехали, да, да, да. В общем, очень-очень красиво. Метро понравилось. Правда, мама сказала, почему нету мусора в метро. Я говорю, а есть на станциях мусора. Я имею в виду, спокойнее нету, да, высоко. Спокойнее не было. Я говорю, сейчас буду бросать мусор, мусорик нету, здесь мусорку не поставили. Ну, и не так, как по-нашему, например, да, в Москве, в Киеве, Инка, говорит, там, за границей, где метро, я не знаю, оформление красивое под землей. Там, тут немножко так, все скромно, только вот одно, там, где египетские. Там, где станция музей, музей станция, там красиво оформлено. Ну, и станции все, у нас есть ветка, часть ветки вообще новая, там все очень красиво под хай-тек сделано. Да, 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 все такое металлическое, блестящее. Обычное метро, обычное метро. Ну, очень, мне очень понравилось, действительно, очень быстро мы ехали, так незаметно, мы, господи, с детьми, там, что-то там, кто-то, они сидели, кто-то в мобильных. Мы в окошко смотрелись, малышка, то есть, короче, вот, доехали. Да. И вышли, да, габусенька, и вышли, и пошли. Пошли немножко пройтись до этого точки. Как называется этот центр? Пошли до Филипп, 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 Натан, 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 Филиппское, самая популярная точка в Торонто, все знают, там же рядом и там центр. Пошли, естественно, показать католк, там, где знаменитые буквы Торонто, которые снимают. Короче, мы пошли в самое сердце Торонто. Самое сердце. Какие там, какие здания. Инка потом немножко поняла, но никому, и канадцам это понятно, да, да, канадцам понятно, а вот, кто, может быть, израильтяне смотрит, друзья мои. Просто такая архитектура, ой, все высотное, такое, готическое, да, 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 такое вытянутое, такое просто я, и каждый дом разный, и красивые такие здания, дом, здания, вот, и ты такой маленький. И, короче, мы шли, и то холодно, то жарко, то ветер, да, то ветер, то, и мы вроде без шапок, потом одевали на голову что-то, потом вроде раскрывались. Короче, шли с коляской, добрая малышечка, в колясочке маленькой, тяжело, так мне было легче идти, так я упиралась на коляску, и мы шли, шли, по китайскому, да, попали в китайский район, да, пошли про Чайна Таун. Мама даже там еще немножко какие-то сувениры нашла, тоже посмотрела, я говорю, вот Чайна Таун, вот, прошлись. Смотри, смотри, пришел, пришел, красавчик наш. Разнеси, и потом идти. Сначала разнеси, потом едай, тоже. В общем, просто мы шли, наверное, час или полтора, и то ветер, тут же ветра такие сильные, то ветер, то нету ветра, то между домами заходим, короче, шли-шли, Дима, уже так немножечко можно было ближе, но мы так уже, уже шли, уже я смотрела, Инга рассказывала, что в этом здании, что в том здании, короче, дошли, дошли до этой. И там центр. До этого центра, да. А, нет, подожди, ты имеешь в виду там, где большая елка или еще та, которая на... Нет, мы еще, которая, да, да, которую мы еще на улице пришли, я говорю, доча, ну, красивая елка, ну, какая-то такая скромная, что-то... Маленькая. Такая удивительная, думала, какая-то, я вижу, как он во Франковске, какие шикарные елки мне прислать видео. Иван Франковск, да, да, о котором сегодня мы расскажем в нашей воспоминаниях. Да, да, в общем, да, действительно, даже вот смотрим в Израиле присылают, там, в хафе такие ее. Какая-то стоит большая, ну, какая-то скромная, ничего не горит. Вот. Ну, и мы поговорили, посмотрели, коток, музыка, конечно, молодежь, эти красивые светящиеся буквы, наконец-то, я возле них побывала. Загреваемся, идем на коньки! Красота! Ой, великое! Вот, наоборот, вы опа держалась. Да, там, где все фотографируются, там было такое место. Значимое, или как его назвать? Не, просто это просто достопримечательное. Да, да, ну, и мы там проходили с Инкой, конечно, очень много фонов, это Торонтовская, это башня. Да, конечно, мама, мы не смогли подойти, к сожалению, уже были уставшие дети, и маме было тяжело ходить, холодно, непривычно. Ну, как-то есть, и сразу, может, еще и выделиться. Нет, ну, все равно, когда вы ездили на Ниагару, мы все равно где-то там как-то... Почему-то я так знаю, что вы где-то проезжали. Другая вышка. А-а-а, я думала, это одна этажа. А это другая, Сент-Тауэр, самая наша популярная. Две вышки, то Скай, то Скай Тауэр, а это Сент-Тауэр. Ну, вот иди знает, а я и не знала, я думала, что это одна этажа. Нет, нет, это разная цель. Короче, вот это вот. Вот на вышку мы ничего не добрались. Может быть, мы с мамой такой марш-бросок сделаем. У меня еще есть время, у меня еще есть 20 плюс дней. Да, но вчера мы с мамой так сдалека, мы ее сфотографировали, где-то сдалека с вышки. Да, да. Но самое главное, что мы хотя бы дошли до Филипп-Скуэр и потом, естественно, зашли в Грецию перекусить в Итан-центр, в котором негде было яблоко упасть, потому что вчера был у нас боксинг-дэй, 26-ое число. Вот мы упали. Там был просто дурдом. Вот, но нам удалось покушать. Мама увидела, наконец-то, шикарную елку. А вот там елка, вот эта елка, у нас в два раза выше, чем стоит на их площади, вся в огнях, ну, Инка, покажет, вся в огнях, вся веточки не видно, она вся светится. Ну, для меня это да, для меня это новость, для меня это восхищение, я была в шоке от того, какая высота, от того, как светится она празднично так. И народу вообще. Ой, тьма. Вот, так что мы зашли, нашли место, конечно, мы перекусили, погрелись уже даже, разделись со всем. Мама раскрасилась, потому что, естественно, везде отопление работает, везде тепло, то есть, как бы, в метро тепло, в магазинах тепло, везде тепло. Очень-очень, очень в большом-большом-большом эмоциональном шоке осталось, в общем, поэтому мы потом приехали домой, уже вернулись темно, затемно, все-таки. Уже устали немножко, у нас там, и мы с этого же центра сразу в метро сели. Прямо уже там в центре, мы спустились в метро, да, и забыла там, какая станция. Прямо вот из здания есть линия метро, поэтому мы уже сели там в метро, и, да, уже обратно мы не шли этой же дорогой. И хотели вернуться в 16-е число, 16-е декабря. Я хотела, чтобы ты рассказала, у нас было два концерта, два, и Дошкин концерт, и там, где был школьный концерт. Ну, мне кажется, мы за Дошкин рассказывали, когда он был, нет, когда он сам играл. Нет, я нигде ничего не показывала, потому что мы думали, оставим это на какую-то музыкальную часть, но так как, понимаешь, почему я хочу еще это сюда всунуть, потому что мы как бы закончили твои 20 лет. И давай мы на этом, да, мы сегодня только об этом поговорим. Нет, мы поговорим обо всем. Но сегодня вот эти 20 лет, как бы, как бы, становление, то, что ты училась музыку и все такое, оно закончилось. Кабульничка не мешает. Вот, оно закончилось. Ну, и поэтому сюда я бы хотела, чтобы ты как в сравнении, как вот у тебя было, какие-то концерты, ученики твои, как ты учила. И вот этот подход, вот этот, как было организовано, что ты можешь сказать, как тебе этот концерт и Дошкин. Дошкин. Кабульничка. Субтитры подогнал «Симон» 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 все знаем ну как-то основные а еще сезона другой сезон другие другие как бы у нас какие-то дела наши которые по жизни мы делаю другое другие про другое оформление какое-то тут у них домики как оформлены все красиво все мне это дико все там городе в котором я живу в город очень маленький 5-6 тысяч населения там нету этого помимо того что нового года нету на юге по крайней мере сейчас там центре вон я читаю новости в центре и на севере там уже елки стоят нас вообще этого не даже близко вот поэтому тут на улицах все деревья оформлены деревья дома все в общем все к тому что хочется праздновать прям встаешь у тебя настроение каждый день невзирая на то что пасмурная погода пасмурная пасмурная пас очень мало солнечных да да но у меня я тем более позже у меня есть дети вон он уже лежит у меня и детишки рядом дочь я боже мой все больше ничего не надо в общем вот это все мои впечатления на которых мы пока вот так были и приходили в себя да ничего не забыли мы ничего не забыли а вот еще все с этого это все но мы хотим перейти на 3 на 3 десяток на 3 десяток это будет идти отдельным видео это видео мы запишем впечатление да да это 3 десяток это уже следующий выпуск потому что да там есть что вспомнить да поэтому я не хотела сегодня но посмотрите вы это уже в другой да 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 вот а пока что на этом мы вам скажем пока пока и уже значит до следующей недели мы желаем хорошего задных еще раз благодарим вас за ваши комментарии мы их ждем с нетерпением пишите мы читаем мы их от удовольствием правда может мы читаем сразу может отмечаем не сразу что не всегда мне через телефон есть такая возможность или я не себе не очень мне очень интересно что вы пишете всегда сразу только выходит ну я сразу сразу читаю мне очень интересно как вы думаете о чем о чем вы бы еще хотели услышать что-то там советую это расскажите об этом а посоветуйте вот это мои подруги говорят а ну-ка сейчас входит сейчас сейчас входят а ну-ка ну я посмотрю как ты был кисек вспомнишь ли нет а ну-ка то вспомни а другая подруга говорит а когда она приедет что кредит не забудь вот это спо не про начатку то есть каждый мне уже говорит что это не вспоминать что я должна в каждое десятилетие они там поэтому да это хочется всех никого нет а сам чтобы это было не на смех сейчас просто действительно с деточками они хочется им удивить внимание они на каникулах вы знаете там тут сидят по домам, тут никто во дворе не гуляет, никто никуда не ходит, они все дома. Вот, поэтому с наступающим Новым Годом, мы еще поздравляем с наступающим. Мы с наступающим, мы уже желаем с наступающим, мы, естественно, еще до Нового Года с вами. Не один раз увидимся, а пока. А пока-пока, Маша, пока-пока. Спасибо еще раз. Мы вас любим, мне очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok